всем здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня погодка вообще не радует целый день пасмурно дождь идет вот поэтому сегодня утром Сережки еще с Настюшей сходили погуляли на улицу я пока была дома а потом уже все начался дождь так что хорошо что сходили утром на улицу и сегодня сидим целый день дома никуда не ходили никуда не пошли вот сейчас Настюшкой сидим собираем пазлы да вот эти вот животные домашние животные коровка где Настюша коровка вот коровка давай собирать вот коровка где еще коровка а где вот зайчик 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 сюда вот складываем коровку вот целая получилась коровка кстати Настюша дело вот такой вот тепленький комбинезончик мы его кстати еще ни разу не одевали такой он тепленький с микки маусом вот как раз думаю похолодало и можно и одеть у нас сегодня ночью это вообще так кричали дед живи беларусь и это вообще спать не да спать невозможно было вот затем я выглянула в окно ехали на велосипедах с флагами потом шли большой колонны тоже с флагами все светили телефонами это жесть и еще у нас в короче во дворе вот если видите вон там нарисовали флаг сейчас открою окно покажу приближу красно-белый флаг нарисовали так что вчера здесь вообще с окон тоже кричали живи в беларуси кстати вот на многих окнах висели флаги даже шарики красно-белые развешивали но уже убрали поэтому жесть что творится это зайка зайт скачет прыг да прыг через поле на прям, аааа он д會 это девочка поцелуешься где тут зайка вот зайчик давай искать зайку да зайка кушает морковку Täта скачут прыг да прыг через поле А где у нас червячок? Вот червячок. Червячок-дождевичок. Вот, Настенька, держи. Вот, видишь, червячок. Давай сюда. Вот он. Вот, червячок. Червячок. А где у нас мишка-панда? Вот, мишка-панда, черно-белый. Он ест бамбук. Мишка-панда, как мишка. А вон цыплята, желтые, писклята. Пи-пи-пи-пи-пи. Цыплятки кушают зернышки, да? Пшеночку. Ай-яй-яй. Сели с Настюшкой на кухне. Даю Настюшке творожок наш белактовский. Кстати, с этой черникой. Вот такой вот. А я, короче, взяла мороженое. Так что мы с Настей в одной цветовой гамме кушаем. Вот. А я... Давай, Настюшка. На. Что, мороженое будешь? На, бери, мороженое. Утка, это мама. Так, а я сейчас смотрю, хочу найти что-нибудь нам красивое, подходящее на вот этот поднос, крутящийся. Потому что пока поставили планшет. Вот. И что я выбрала, сейчас покажу. Вот хочу вот такую вот сахарницу двойную. Очень мне нравится. Она так стильно смотрится. Здесь можно, ну, тростниковый сахар. А здесь обычно добавить. Вот. И вот такие вот, смотрю, какие-нибудь баночки для меда. С Мишкой понравился. Вот такой вот тоже понравился. Но хочу, знаете, чтобы оно все вместе сочеталось. Как бы, не знаю, еще какие. Еще, конечно, поищу. Ох, вот. Отдельно ложечки, кстати, различные продаются. И деревянные, и стеклянные вот такие для меда. Поэтому буду искать. Ну, сахарница, вот это вообще очень мне сильно понравилась. Я думаю, сюда вот поставить. С медиком будет очень красиво. Так, мы тут с Настюшкой вышли на балкон. Короче, одели ей ботиночки. И Настя сидит, думает, это качели. Настюша, потряси стул. Вот так. Вот так. Молодец, молодец. Короче, думает, что это качели. Раскатывает. Да, цветочек. Показывает пальцем на цветочек. И так прикольно делает. Думали, посидим на балкончике, пока все-таки на улице такая сырость, дождь. Так, думаем, хоть здесь немножко подышим воздухом. Ну, а кошка так приоткрыли. Вот, так что... Ой, Настя так сильно трясется. Короче, лучше я буду держать стульчик, да? Трясем, трясем, трясем. Это качельки. Ай-яй-яй. Что значит, как ребенок хочет на улице на качели, да? Да? Такая смешная. Не могу. Видела наклейку на стекле. Да, Настюша. Мы еще, ну, как заехали в квартиру, еще, кстати, не везде поотклеивали вот эти вот наклеечки на окнах. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, я не могу. Я не могу с этого ребенка. Настя, Настя, где у мамы реснички? Где у мамы реснички? Вот у мамы реснички. Да, молодец. Я отправила своих гулять на улицу второй раз, потому что распогодилось. Погодка вообще классная стала, поэтому я выглянула в окно, говорю, «Все, идите, дышите свежим воздухом». Маме пока спокойно чай попить. Я уже попила чай. Вот. И, кстати, у нас сегодня отвалилась наша ключница, потому что Сергей повесил ее на двухсторонний скотч. Но сегодня аккуратненько маленькими гвоздичками прибил. Вот. Поэтому уже крепко. Вот. Сергей повесил свои ключи от машины. Я от своей. Ключи. Кстати, у меня вот этот брелок с Барселоны. Мы когда летали, я там купила в Барселоне. Хоть я и не фанатка футбольного клуба Барселоны, я больше как-то за Реал Мадрид, но все-таки. Вот. Так что вот такая у нас полочка. При входе у нас здесь, кстати, септоцит. Мы сразу приходим, вот, ну, с дозатором обрабатываем руки. Копилка. Тут у нас кто заходит в гости, ложит копеечку. Такая мишка-панда. Вот смешная. Ну, в принципе, что у нас? Ну, и тут наверху это у нас интернет, маршрутизатор. Затем, кстати, вот этот вот веер тоже с Испании мы покупали. Только я не помню в каком городе. Вроде тоже в Барселоне. Или в Салоу, когда мы отдыхали. Вот. Вот такую, кстати, статуэточку. Это мы на Санторини купили, когда расписывались. Он, кстати, домик, он еще и светится. Только здесь, наверное, уже батарейка села. Ой, открыла полностью окно. Подышать свежим воздухом. Ах, кто любит запах после дождя? Я обожаю. Такая сразу свежесть. Просто прелесть. Особенно если кто-то находится за городом. Это просто полный кайф. Вот. Кстати, хотим на следующей неделе поехать опять в деревню. Вот. Поэтому, надеюсь, у нас получится и поедем. Но я очень хочу. Вот. Все-таки, может быть, удастся мне, так сказать, осуществить мой план. И помирить папу с мамой. Ну. Вы знаете, как я скажу. Много я, кстати, почитала комментариев. Спасибо большое по этому поводу. Но, глядя со стороны, посмотрела. Все-таки, вот, ну, проживши столько лет вместе. И все-таки уже у мамы с папой, у них, у нас двое детей. Вот. Я думаю, должны хоть какие-то чувства остаться. Ну, даже какие-то, что ли, дружеские. Ну, мне как бы это не понять. Но, все-таки, столько лет вместе прожили. И вот. Ну, ладно. Не будем загадывать. Посмотрим. Посмотрим, как и что будет. Вот. У нас здесь, кстати, рядышком садик строится. Такими быстрыми темпами вообще строят. Просто уже с утра они вовсю работают. Очень красивые, яркие. Так что, я надеюсь, мы сюда в него попадем. Потому что очень удобно возле дома. Вот. Потому что, как я знаю, некоторые вот ездят. Ездить с утра куда-то с ребеночком, конечно, очень неудобно. Так что, я буду надеяться, что мы попадем в этот садик. Что хотела сказать. Хочу в нашу детскую комнату купить ковер. Потому что, у нас здесь лежит совсем маленький ковер. Ну, как бы, мы еще не все так успеваем покупать. Но, мечтаю здесь купить розовый коврик. Со временем, конечно, и обои переклеить. Потому что, эти обои полностью мы, как с роддома, заехали в новую квартиру. У нас была с отделкой. Поэтому, конечно, может, еще пока обои не будем переклеивать. Но ковер хочу. Какой-нибудь розовенький. Так что, может, в ближайшее время буду смотреть. Хотя, надо почитать, какие ковры. Я там что-то читала, что для детей. Для детей какие-то другие. Ну, какие-то специальные ковры. То есть, не вот с таким вот длинным ворсом. А вот, какие-то тоненькие ворс. Такой, чтобы пыль не собирала. Надо вот изучить, почитать. Вот. Ой, настирала стирки. И, кстати, мы привезли вторую сушилку. Вот. Потому что нам одной мало. Вот. Сейчас эту постирали. И сейчас еще. Я там настирала. Надо будет поставить вторую сушилку. И все развесить белье. Ну, а потом столько утюжить. А, что хотела сказать. Вчера я вам говорила. Сергей поехал за карнизом. Короче, он взял карниз. Вот. Вот он. Он зашел. Я говорю, Сергей, ты что, Дед Мороз? Ты что, к Новому году готовишься с посохом? Вот. Но мы не смогли повесить на балкон. Потому что здесь как-то Сергей... Ну, мы на тот балкон хотели. Здесь как-то он посмотрел. Расстояние не позволяет. Там крюки какие-то специальные. Короче, поэтому зря ездил за карнизом. Ну, ладно. Думаю, в хозяйстве все пригодится. Сережа сегодня меня удивил. Это честно. Я пока Настю в обед укладывала спать. До меня доносились до носа какие-то приятнейшие ароматы. А он, представляете? Посмотрите. Приготовил дранички. Я обалдела. Целая была тарелка. Мы с ним наелись. Вообще, я так удивила. Я говорю, ну ты удивила. А он говорит, ну так а что? Чего картошки пропадать? Набрали же. Ладненько, дорогие друзья. Буду я уже все заканчивать. Буду готовить ужин. Так что спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. Я не обижусь. Все, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok